Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. 34,5 миллиарда рублей получили в помощь местные бюджеты в 2022 году. 8,5 миллиардов из них – федеральные деньги. Более третьей из общей суммы – 12 миллиардов рублей – пошло на зарплату бюджетникам. Также крупные суммы были направлены на муниципальную дорожную сеть – 4,5 миллиарда, и на переселение из аварийного жилья – 3,5 миллиарда. На капремонт школ пошло 710 миллионов 730 на формирование современной городской среды, более 500 миллионов на организацию бесплатного питания для младших школьников, 230 миллионов на поддержку учреждений культуры. Почти 2 миллиона рублей потратят на реставрацию двух картин из фонда Краеведческого музея. Это портреты двух вятских архиепископов – Ионы и Лаврентия, написанные неизвестными художниками в конце XIX века. «Широкой публике картины никогда не представлялись из-за плохого состояния», – рассказал в эфире нашей радиостанции заведующий информационно-методическим отделом областного Краеведческого музея Игорь Веснин. Ранее портреты хранились в Свято-Троицком кафедральном соборе. После его уничтожения были переданы на хранение в музей. Реставрировать картины будут на средства президентского гранта в Костроме. Работы уже увезли туда, так как в Кирове специалистов такого уровня нет. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Может ли быть опасна самозанятость? Да, если не знать точки, которые привлекут внимание контролирующих органов. Низкие налоговые ставки и возможность не платить страховые взносы соблазнительны для привлечения самозанятых в качестве сотрудников. Но только если это не ваши действующие работники или не те, кто уволен меньше двух лет назад, предупреждают руководители компании «Бухгалтеры. Я» Татьяна Максимчук. Поверьте, у проверяющих достаточно средств и методов – это и оперативные проверки персонала в офисах, встречные проверки. Призрачная выгода перевести сотрудников в статус самозанятого и сэкономить на страховых взносах может обернуться реальными до начисления страховых взносов, НДФЛ и еще пени и штрафы. К проверкам также подключится трудовая инспекция, а это дополнительные штрафы. Риски в бизнесе лучше минимизировать, а не создавать. Если хотите узнать, где именно вам стоит подстелить соломку, обращайтесь в «Бухгалтеры. Я». Это 13-летний опыт, четкость и беспристрастность. 213-112, телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова